Волжский променад. Проект под таким названием прошел в минувшую субботу на набережной Степана Разина в областном центре. В качестве места проведения снова выбрали пространство вокруг памятника Андрею Дементьеву, которое становится все более популярным у наших горожан. Снова вокруг памятника Андрею Дементьеву царило оживление. Снова картина, снова звучала живая музыка. Днем 14 августа здесь состоялось очередное культурное мероприятие. На этот раз под названием «Волжский променад», проведение которого одобрили многие известные люди Верхней Волжи. Инициатива сегодняшнего проекта принадлежит областной власти, губернатору Игоря Михайловичу Рудене, Владимиру Абдулевичу Васильеву. Они здесь были, они решили, что вот это место должно стать просто, ну я не знаю, центром культурного притяжения. Фестиваль «Волжский променад» включил в себя сразу несколько выставок. Одна из них — это вернисаж под открытым небом. Свои работы выставили многие тверские художники. Например, Светлана и Алексей Демидова, которые отметили, что это отличная идея. В последнее время как бы все работы у нас в магазинах, в салонах, а тут общение с людьми такое прямое. Да, это сплачивает людей. Это самое интересное, не то чтобы продать картина. Лишний вариант праздника, который вот вообще радует. В вернисаже приняли участие и члены общества инвалидов «Кристалл», которые отметили, что для них такие мероприятия имеют особое значение. Это очень серьезнейшее мероприятие с социальным направлением, так как они безумно творческие люди. Они рисуют, они делают подделки. Помимо вернисажа, совсем рядом работала и другая выставка автомобильных раритетов, главным образом отечественных. Любители музыки могли насладиться великолепным выступлением саксофониста. Отделение Центробанка разместило стенды, посвященные истории монет. Словом, «Волжский променад» прошел с большим успехом. Его организаторы пообещали, что выставочное движение на набережной Степана Разина продолжится как минимум до конца лета.